Добрый день! Добрый день! Добрый день! Это Людмила Григорьевна Хоменко, заместитель главы администрации Твери по социальным вопросам. Добрый день! Здравствуйте! Это Наталья Владимировна Жуковская, начальник управления образованием администрации Твери. Добрый день! Это ее коллега по управлению Татьяна Валентиновна Серая, начальник отдела дошкольного воспитания управления образованием администрации Твери. Добрый день! Добрый день! И человек, который работает в поле, в прямом смысле слова, то есть на земле. То бишь заведующий детским садом номер 138 Елена Валентиновна Ратникова. Добрый день! Дамы, спасибо большое, что нашли время. Спасибо, что ответили на все наши вопросы. Еще раз, дорогие телезрители, 300-190 звоните. Ну что ж, вот первый вопрос сразу же. Сколько сейчас вообще садов работает в нашем областном центре? Система дошкольного образования нашего города очень многообразна. 107 детских дошкольных образовательных учреждений. Детских садов в миру? 107. Они разные, муниципальные, государственные и негосударственные, также ведомственные. А государственные, например, какие? Государственные образовательные учреждения. Министерство обороны. Есть такие? До сих пор? До сих пор еще существует. Это 154-й и 74-й детские сады. Заволжье. Оба? Заволжье, оба, да. А, кстати, ведь вроде мой родной Мигаловский сад тоже был когда-то Минобороны? Когда-то был, но уже они передали муниципальную собственность. А что же они так бросили нашу Мигалову? Осталось только два сада. А почему они эти не расстаются? Передаются сейчас. То есть тоже это не навсегда? Сейчас в работе, да, данный вопрос. То есть они рассматривают вопрос передачи этих детских садов муниципалитетам. А это хорошо или плохо сразу? Вот у нас наверняка смотрят кто-то. Вот родители. Хорошо бы для них или плохо, на мой взгляд? Смотря для кого? Для родителей. Для родителей. Что касается количества мест, то ситуация не изменится. Качество питания. Качество отопления. Качество питания та же самая. Ну мало ли, может их там пайками на Бароны кормят. Они вряд ли. Тушенкой, да. У нас есть меню, согласованное с Роспотребным взором. Обязательно поговорим. Ну то есть у них будет одинаковое. То есть мне был сразу вопрос, что для них это не изменится, самое главное, в худшую сторону. В худшую нет. В худшую нет. А вот государственные какие сады у нас? Государственных у нас 86 детских садов. Это муниципальные наши детские сады. Это муниципальные? Муниципальные, да. А еще какие ведомственные, да, вы сказали? Это вот ведомственные обороны. Два детских сада, 154-й и 74-й. Есть еще и частные учреждения у нас. Они входят в это число, которое вы озвучили? 107, да. То есть частные это тоже. Да, да. Часть общей системы. Есть такие детские сады, да. Один детский сад Анны Кашинской, Святой Анны Кашинской. И есть такая частная школа АЭЛ, которая находится в заводже у нас в юности. Там тоже 4 дошкольные группы. Дошкольные группы. А они вам как-то подчиняются? Они нам не подчиняются. Вообще? Они подчиняются Министерству образования эти детские сады. Наши подведомственные 86 детских садов и 17 дошкольных отделений. Это такие же вторых зданий, которые являются... Средние общеобразовательные школы. Да, средние общеобразовательные школы. Они как их в структуре общеобразовательных учреждений. Но отдельно стоящие здания. 17 таких. Понятно. Ну и, конечно, следующий вопрос, который напрашивается. А сколько нам надо вообще? От города Тверев, нынешнего населения, сколько у нас официально? 412-420 нас? 420. Если говорить о детском населении, о количестве детей, то это 39 тысяч населения. И мы прекрасно понимаем о том, что у нас на сегодняшний день есть востребованность и есть очередь нереализованная. Это порядка двух тысяч человек. Детей, которые стоят в очереди. Но если говорить просто сколько нам надо детских садов, я бы несколько по-другому подошла к этой проблематике, потому что решать ее нужно не только исключительно строительством новых детских садов, потому что это более десяти надо построить. То есть если построить, то десять, чтобы закрыть вот эту очередь. Здесь у нас помимо строительства детских садов, мы еще говорим, а сейчас действительно уже вы видите, что этот процесс идет, да, он не быстрый. Но, тем не менее, в этом году у нас в 50-й школе новое здание строили, в том числе и дошкольное отделение. Вот то самое, куда у нас журналисты возили постоянно? Да, 4 дошкольные группы, 80 мест ясельных мы открыли, соответственно, благодаря открытию этим группам. Помимо этого, следует говорить о перепрофилировании, то есть вводе дополнительных мест в существующих детских садах. А как-то можно кроватью твою распространять? Нет, у нас были помещения, которые не задействованы в процессе. Понятно, а их нормально было переделать? Конечно. Они просто когда-то были группами, а их перепрофилировали. Попрофилировали, возврат. Да, а теперь возвратили. И, соответственно, у нас в этом году 170 таких мест мы открыли, ясельных тоже дополнительно. Вот, видите, прекрасно, что строятся детские сады, в частности. Строятся мы сейчас как раз в следующий вопрос. Да, помимо этого, у нас ведется работа по созданию государственно-частного партнерства. Наталья Владимировна уже сказала, что два детских садика у нас на сегодняшний день, частный. Но для нашего большого города это, конечно же, очень маленькое количество. То есть по уму надо больше? Соответственно, есть у нас с инициативой пришли представители данного направления, предприниматели, имеющие в других регионах на сегодняшний день частные детские сады. И, соответственно, мы с ними сейчас отрабатываем данные вопросы, потому что в рамках выполнения нацпроекта есть возможность в дальнейшем открывать дополнительные места с тем, чтобы у родителей была оплата за детский сад, за посещение ребенка данного детского садика. Именно такая же, как и в наших муниципальных. Это самый важный вопрос. Сегодня у меня вот так навостряли уши. Да, это так. Что же мне город-министрат предлагает частный сад, а я там буду платить 15 тысяч садов? Обычно столько стоит? На условиях таких же. Вот что касается, обычно платят, то у нас большое количество, и родители часто путают, группы присмотра и ухода. Так вот, эти учреждения, они не имеют лицензии. То есть это не детские сады? Это не детские. Это центры. Да, центры. А имеющих лицензий, как мы раньше и сказали, два только учреждения у нас таких частных. А в чем выгод это предпринимателю? Ведь на регасе без том, если ребенка, наверное, выше той, чем которую платят в государственных садах. Оно и понятно, это государственное. А зачем он тогда это? Потому что в рамках участия в нацпроекте он получает дополнительное финансирование. То есть вы ему компенсируете его? Да. Убытки, скажем так. Это федеральные. Это федеральные, да, поддержки, конечно. А, то есть еще деньги федеральные. Федеральные, да, за каждое место. Участие в нацпроекте, в национальном проекте частных предпринимателей. То есть... То есть и благодаря этому они заинтересованы. Вот вы сказали, на вас вышли. Не то, что вы звоните, открой, пожалуйста, помоги. Они сами выходят на вас. Мы с такой инициативой выходили и на наших предпринимателей. Тот, кто... Да, тверские, кто имеет группу ухода и присмотра. Вот, к сожалению, пока этот процесс до сегодняшнего дня находится на нулевой стадии. А из других регионов вы откликнулись? Да, конечно. Коми. Марио. 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 Марио, вот оттуда. Марио из Марийской республики. Да, да. И у них есть опыт работы в частных садах с лицензией. То есть они открывали эти частные детские сады с лицензированием. И получали, конечно, такие же льготы, такие же субсидии, как и наши муниципальные сады. А мы сейчас получим субсидию в виде рекламы, которая, как известно, на телевидении коммерческая оплачивается. А потом мы немножко продолжим эту же сгорку. Очень интересно. Реклама, дорогие телезрители, 3190. Потом задавайте вопросы. Через три минуты мы говорим сегодня о детских садах. Звоните, пожалуйста, 3190. Итак, снова программа «Тема дня» в прямом эфире. Мы сегодня говорим о детских садах в областном центре. Звоните, еще раз говорю, 3190. Дамы, итак, значит, есть инициатива со стороны частных инвесторов на основе государственного частного партнерства построить, ну, скажем так, у нас, чтобы появились новые сады. Подразумевается, что они готовы новое здание построить или какое-то существующее перепрофилировать? Ну, мы с ними рассматриваем различные варианты. Мы понимаем, что все-таки это социальный бизнес, да. Естественно, что строительство нового здания – это очень большие средства. Соответственно, рассматриваемые имеющиеся у нас помещения, государственные помещения, которые можно было бы задействовать под детские сады. Рассматривают они варианты выкупа помещений. То есть, различные совершенно варианты. Ну что ж, прекрасно. Вот как раз выкуп помещений, вот пока у нас была реклама, мы как раз начинаем говорить. И ставится задача вернуть в муниципальное собственное все эти сады, которые, ну, как говорят, в лихие 90-е были переданы частным структурам. Реально это или какие-то сады, может быть, не знаю, там, разрушены здания или что? Вы понимаете, как при подходе к любому делу, когда строитель подходит, он в первую очередь смотрит, насколько реально задействовать. Потому что изменились все равно нормативы и требования. Да, тоже верно. С заведением. Перекланировки были. Перекланировки тоже. Состояние, самих конструкций какое, какие площади территории. То есть, уже тоже по нормативам прогулочных, тех самых прогулочных зон тоже не все проходят. Те детские сады, которые раньше были использованы. То есть, такая задача не ставится вернуть во что-то не стало все 100%. Ну, надо сказать, что отдельные сады мы вернули, как, например, по Тамаре или иной. Мы вернули в свою сеть, отремонтировали, произвели капитальный ремонт и запустили его в строй. По улице Тракторной мы также вернули нашу муниципальную сеть до школьного учреждения на 100 мест. И он сейчас прекрасно работает. То есть, есть такая практика возвращения. А проблема КИДИ, с которой вы сталкиваетесь, неохотно может предприниматель уходить из них? Или как, или наоборот, не вопрос? Ну, это наша муниципальная собственность. А, то есть, поэтому они не могут вперед сароком, а мы не увидим. Ну, это удобно. Соответственно, у нас есть потребность в этом. Ну, давайте о самом приятном, о строительстве новых детских садов. На весь город, наш, в том числе, телеканал показывает, как успешно строится на Октябрьском 99 рядом с этим домом детский сад. И у меня вот вопрос не сад, а дворец. Откуда, что какой-то спонсор проспонсировал проект, и не знаю, откуда такое замечательное, оригинальное, действительно, сооружение, оригинальной архитектуры, которая сейчас уже еще есть, главное, темпы такие стахановские, московские. Откуда такой замечательный проект? Нет, ну, такой же проект реализуется в Хотилово. Это типовой проект. Что касается, почему такими темпами, действительно, сроки строительства, они очень сжаты. И при заключении контракта с победителем конкурсной процедуры сразу же обозначались жесткие требования к исполнению. Поэтому подрядчик там ответственный и, соответственно, каких-то серьезных проблем со строительством данного объекта нет на сегодняшний день. Ну, телезритель, мне интересно, какие сроки озвучивали, Людмила Григорьевна? Ну, планируется сдача его до конца года. До конца года, то есть под елочку, как говорят в Советском Союзе. Ну, мы не забываем, что строительство детского садика, это не означает, что сразу же он откроется. Потому что, конечно же, учебное заведение должно пройти лицензирование процедур. Но это тоже процедура, всем понятно, каким образом сейчас в настоящее время параллельно готовятся документы к прохождению лицензирования. Поэтому, как только пройдет данное помещение, данное здание, данную процедуру, соответственно, он распахнет свои двери для наших деток. Но норматив есть полицензирование? Ну, оно же не может растянуться на полгода, правильно? Нет, конечно. В течение месяца, первой половины 2020 года сад примет. Ну, в первой половине, это тоже понятие растяжимое. То ли это 1 января, то ли 30 июня. Как вы думаете сами так? Ну, значит, то есть весной, к примеру? Ну, конечно. Ну, конечно. К весне обязательно. Мы будем все прикладывать усилия. А ничего, что посреди сезона? Ну, ничего. Дети стоят в очереди, желающие поступить в детский сад в любое время. А мы уже скорректируем образовательный процесс. Это будет самостоятельный новый, еще один детский сад, вдобавок к тем, которые вы озвучили, или что? Я слушаю просто формула, что это будет как бы... Это будет второе здание детского сада 155-го, которое в территориальной близости находится с этим... Почему так решили сделать? Почему так решили сделать? Это же заведующий бегает туда-сюда. Ну, у заведующего будут помощники, заместители заведующего. Галина Валентиновна, вы бы согласились так вот? Вам сказали, а вот у тебя еще здание. Семь минут ходьбы. Ну, вы знаете, есть свои... Во-первых, если хорошо отлаженный процесс и твои помощники, а не настоящие помощники, и работает команда, тогда работать интересно и легко. Поэтому задачи руководителей и тому руководителю, которому доверили второе здание, не всем же доверяют. И не очень быстро все это идет у нас в городе Твери. Хотя в других регионах очень много существует таких комплексов. То есть это не наш творческая придумка. Это есть прецедент, и, насколько я понимаю, успешно работающая. Более того, скажу, что у нас и на территории города Твери ни один детский садик так имеет... Тоже. 17 дошкольных отделений. Ну, все равно, вот, Илья Валентиновна, ваши коллеги же там... Марья Ивановна, тут кашу деть нет. И она пальто побежала туда, да? Ну, это все-таки... Одно дело по своему зданию ходить, а другое дело бегать по микрорайону Южный. Вы знаете, вот, существуют современные методы для того, чтобы не бегать, да? Вот. Это и через онлайн можно проводить. Камера сейчас в виде встает. Совещания те же, те же какие-то вопросы решать насущные. Я не говорю о телефоне, это уже немножко даже как-то в прошлый век уходит. Да. Вот. Поэтому, конечно, работать, кто сказал, легко. Работать сложно. Но в этом и наша работа заключается. Но, с другой стороны, есть и экономическая, скажем так, составляющая. Уменьшается количество человек, ну, как бы сказать... Административных. Да, административных. Совершенность одна, да, вторую не надо будет заводить, тоже экономика. Соответственно, бухгалтер, музыкальный работник. А как музыкальный лаборатор? Ей там надо на рояле поиграть, и там? Ну, здесь можно использовать все-таки гибкий график, и в случае необходимости замены. Опять же, заболел музыкальный работник, можно использовать музыкальный руководитель. Соответственно, ресурсы соседей. А потом о финансировании. Ведь у нас идет сейчас финансирование нормативное. И детский сад на 100 мест, конечно, сложнее финансировать, чем детский сад на, допустим, 250 и 100. Это уже 350. То есть, конечно, здесь уже будет проще содержать детский сад. Звоночек, дорогие дамы. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела поднять вопрос о меню в детских садах. Спасибо. Слушаю вас. Дело в том, что моему ребенку 3 года, он начал первый год ходить в детский сад. Я знаю, что меню разработано на 20 дней во всех детских садах. Единое по всему городу. Ну, так вот, дети трехлетние, не все едят то, что в этом меню прописано. Например, суп с овощами молочный. С овощами молочный, замечательный суп. Это те же щеки. Потом, значит, крупильник. Коричневая запеканка у детей просто вызывает какое-то волнение, и все противень не выкидывается просто по морю. А запеканка с чем? Коричневая. Ну, какая-то гречневая запеканка с творогом. Называется крупильник. С творогом. Гречка. Феерично. Я знаю, что такие запеканки испокон веков дают, но как-то в детских садах не едят дети. 25 детей из них поедят молочный суп с овощами только 3 ребенка. Потом не стали давать сахар. Молочный, чай с молоком без сахара. Кефир, сахар тоже не дают, не выдают, чтобы добавить туда. Дети трехлетние, может быть, пятилетние будут это кушать, но трехлетние навряд ли. И, например, сегодня в детском саду на ужин винегрет с селедкой и луком. То есть такая взрослая, вечером подгорячительная, да, такая еда-то, по идее? Да. А перед этим винегретом за час дают полдник. Там ряженка или кефир. А потом винегрет с селедкой. С селедкой. После кефира. Да. В очередь в туалет. Да, а потом, не знаю что. Вы можете назвать детский сад какой? Нет, я, к сожалению, не буду говорить. Детский сад это единое меню по всему городу. Зачем называть этот номер детского сада, когда оно единое? Хорошо. Понятно. Спасибо большое за звонок. И что, можно ли, вот вопрос, сделать менее разнообразное меню, но чтобы его ели. Пусть оно будет пятидневное, но съедобное. Чтобы не выкидывали целым противень. А откуда у вас информация, что выкидывали? Вы видели или вам воспитатели, может, говорили? Ну, знаю я просто. Понятно. У меня есть знакомый воспитатель, который мне рассказывал с другого детского сада. Что-то такая же история, и вот буквально выбрасывают. Дети не едят. Да, не едят. И я прихожу за ребенком, ребенок с восьми утра до пяти вечера голодный. Съел вафельку за весь день вчера. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам большое за звонок, дамы. Парируйте. Вот как хотите. Вы сказали, я слышал вашу фразу. Я меня... Сейчас я взрослый дядя. Я не буду есть щи на молоке. У меня это в голове вообще не укладывает. Как хотите, не укладывается. И я, судя из кисад, помню меню. Меня мама кормила. У нас молоч был суп с вермишелькой. Но не щи. Не с капустой. Ну, это... Ну, как хотите. Потом второе. Я винегрет начал есть, знаете, уж совсем таким взрослым. Ну, лет 15, наверное, 17. Ну, что это взрослые. Да. А селедочка с лучком. Ну, я не знаю, конечно, дамы. Но это не детское, как хотите. Но это не детское еда. Винегрет с селедочкой, с лучком. И тоже творог. Ну, знаете, тоже, может, меня неправильно мама кормила. И в саду у нас в советском неправильно кормили. Гречка. Я сам вообще готовлю. Гречка. Это, что называется, соленое блюдо. Творог. Это сладкие. В принципе, так. Ну, а тут так... Не, я понимаю, можно спешить все. Я понимаю, что можно намазать варенье на сыр и съесть. Я все понимаю. А китайцы вообще любят сладко-соленые блюда. Без вопросов. Но у меня вот это, знаете, особенно вот этот типа щи с молоком. Ну, что? Как это? Откуда это взялось? Можно я начну? Можно. А руководитель из Голосада продолжит. Вам слово, да. Значит, уважаемые родители, уважаемый Роман. Я тоже родитель. Да, родитель. И в прошлом ребенок, как вы говорите. Я прекрасно помню, что меня кормили в саду. Да. Первое, о чем мы говорим, мы говорим с вами о детском питании. Конечно. Которое обязательно должно быть согласовано со всеми санитарными требованиями. Это естественно. Конечно. Значит, вот мама, которая сейчас говорила, она знает о том, что во всех садах города Твери... Ну, и так сказали, я понимаю. Это правда, кстати? Это правда. То есть одно меню на всех. Одно меню. Сегодня один день. Весь город кормит по этому дню. Вот даже вот так вот. Даже так. Не может вот, допустим, Елена Валентиновна сказать... Ни в коем случае. ...по мне сегодня омлет. Можете? Если только вдруг какого-то продукта не привезут... Не-не, если все в порядке. ...и Елена Валентиновна напишет свой приказ. Приказываю заменить такое-то, такое-то в связи с чем. На черную икру, например. Главное, это все поеда с сосиской. С сосиской, да. То, что просят иногда родители. Значит... И тем не менее. И тем не менее. Хорошо, это мы бы ответили человеку, что это правда, что меню согласовано. Меню. Это не самоуправство, а отдельное заведующее. Дальше. Конкретно все-таки по блюдам. Не, нет. Сейчас будем говорить конкретно. Значит, первое меню, оно 20-дневное, согласованное с Роспотребнадзором и разработано с ним. В течение года мы разрабатывали меню. Они сами пробуют, то согласую. Обязательно. И родители пробуют. И я сейчас об этом вам расскажу. Вы на себе не позволили бы на это. Я бы снял. Я вас приглашу. Как бы... Есть щи с молоком. Мне вот интересно посмотреть. Послушайте, что это за блюдо? Значит, сейчас я к кому вернусь. Во-первых, у нас две категории детей. Это от года до трех. Кто ест, кто не ест. И от трех до семи. То есть меню одно, норма и так далее. То есть разные. Тут говорят ребенок. От трех до восьми. Да. Значит, 20-дневное меню разработано в соответствии со всеми требованиями, методическими рекомендациями и Всемирной организацией здравоохранения. Значит, о чем говорит Всемирная организация здравоохранения? Что мы в сутки должны употребить не более 5 граммов соли и не более 10 граммов сахара. Поэтому, когда мы согласовывали меню с Роспотребнадзором, у нас сокращали порции соли и сахара. Вот о чем говорит нам мама. И если мы... Не блокадное. Не блокадное. Это меню современное, сбалансированное, с калориями. В блокадном Ленинграде теперь стали жить. Не блокадном. Нельзя потреблять много сахара и много соли. То есть селедка в этом плане укладывается? Слушайте дальше. И с винегретом. Если мы возьмем компот, будем варить его из настоящих сухофруктов, которые поставляет наш детский сад, и не будем добавлять сахара, замечательный получится компот. Правда? Правда. Вы пробовали? Как руководитель скажет. Компот, да. Я отвечаю за организацию питания, и ежегодно, неоднократно мы проверяем питание. И я верю, что проверяете. И обязательно дегустируем. Хорошо. К чему привлекаемы родители? К чему привлекаемы родители? Это не щи с молоком. А что? Это овощной суп на молоке. Щи-то есть овощной суп? Значит, в который добавляется... По рецептуре. Да, оно и получается. С молоком. Если вы, послушайте меня, если вы сварите щи, положите туда мясной бульон, далее вы положите капусту, картофель и морковку, а дальше в щи что вы положите? Чтобы вкусно было. Это вариативно. Не вариативно. А что, скорее всего, организация здравоохранения, это холестерин. Это холестерин. Да. Ну хорошо, но сметанку. Но сметанку. И если вы сметану положили в щи и размешали ложкой, какой цвет получился? То это вовсе не с молоком, а с сметаной. Это тот же, это тот же получится, тоже блюдо. Но вот этих детских щей, это была сметана белого цвета или, как вот женщина говорит, молоко? Елена Валентиновна. Елена Валентиновна, скажите. На молоке. Это молоко. Почему не на сметане тогда? Ну, потому что это такое блюдо, которое рекомендовано нашим Роспотребнадзором. И когда мы много вопросов получили вот таких же по поводу этого конкретного блюда, мы пригласили многих родителей на дегустацию. Они попробовали и сказали, действительно, очень вкусный суп. Мы сами пробовали. Ну, я много щей готовил, я много человек в русскую уху, я ни разу не ел, что щи смогу. Давайте вот от щей уйдем. Был вопрос по поводу гречневой запеканки, да, вот с творогом. Это вопрос в том, вот у воспитателей, например, на них лежит очень большая ответственность научить ребенка правильно кушать. Зачастую родители отказываются от того... Вот нужна сосиска. Да, да. Я с сосисок, чипсов, шашлык. Совершенно верно. Я боюсь, городмистрация разориться будет кормить шашлыком наших детей, это будет дорогое блюдо. Понимаете, поэтому, если воспитатель преподносит детям и говорит, мы сегодня с вами будем кушать необыкновенное блюдо. Как в том, где, помните, в фильме «Космическое медиа» участвует. Совершенно верно. Да, Леон сели, да? А это, между прочим, никуда. Гениально, да, вот так. Ну, Леонов вот он один, понимаете, а в жизни нет Леоновых. И культур вообще питание, она формируется. Я согласен с вами, но все равно, ну вот просто говорить тоже, что дети не едят, выкидывают, ну как так, это не умеют увлечь педагоги. Ну, не знаю, чтобы, мы не можем сказать, чтобы прям взяли противень и выбросили. До начала года дети только пришли в детский сад. У них только формируется основы, навыки. Три годика. Только начинает. Интересно, чем мама кормила его дома. Он даже в летние лагеря, когда были, специально смотрела. Сидят детки, кашу раздали. Кто-то сидит, ест за обе щеки. Кто-то начинает кидаться с этой каши. Или просто-напросто отодвигается. Спрашиваю, почему? Я кашу не ем. А что ты ешь? Бутерброд с колбасой. Сосиску. Сосиску. В лучшем случае яйцо. Даже яйца не все едят. Культура питания в семье. Нет, к сожалению. Вот поэтому такой вопрос. Если дома каши не варят, то, естественно, у ребенка идет до сажения каши. Кашу, вопрос про диковинные блюда, видимо, молочных щей. Это не диковинные блюда. Я говорю, я говорю. Давайте перейдем на другое блюдо, на винегрет селедку. Винегрет селедкой. Вот я еще раз говорю, я по себе. Вы с детства ели винегрет? Винегрет с удовольствием. А как же? С вот с трех лет. А как же? Овощи обязательно в рационе должны быть. Я согласен, но овощи как приготовить? Просто я еще раз говорю. Винегрет? Винегрет очень вкусный. Винегрет это взрослое блюдо. Красивое блюдо. Оно не взрослое. Нет, винегрет всегда, сколько я помню свое детство, всегда у нас давали винегрет. Очень красивый. Мы давали свекольный, капуста с морковкой. Ребенок приходит домой голодный, да, мама говорит? Да, винегрет. Интересно, чем кормит мама дома? Я жду маму. 20 дней готовит разнообразное меню? Или готовит только то, что он любит? Вот вопрос. Неправильно готовит то, что ребенок любит, а то только чипсы будут. Вот поэтому 20-дневное меню. И ни разу не повторяется ни одно блюдо за 20 дней. Понимаете, человек тоже не говорит, что там все плохо наверняка, там, я не смеюсь, хорошие омлеты, но все равно, ладно, мы про еду, более-менее, я так понимаю, все выяснили, я все равно с вами не соглашусь. Вот ищи с молоком. Ну как же нам Романа пригласить? Нет, тем более вы сами сказали, ну капните сметану, ну зачем? А нельзя Роспотребнадзор запринуть, он сказал, вот так нужно. На сметану? Да, на все, на пилок, да. На молоко. И на молоко в том числе, на что угодно. Ну, Лой, какова? На молоко, не все равно, нет, соглашусь. Это нет, не бывает щи с молоком. Я даже пробую, это невозможно есть. Ну вы что, ну сами, вот вы что, правда готовите такие дома щи? Да вы попробуйте. Я не готова. Ну придите в сад. Пойдемте в 135-й сад рядом. Ладно, все понятно с меню. Короче, самое главное, что меню, оно всеобщее, никакого самоуправства, не мы в стране, это просто такие были вопросы. Вот написано в меню, венегрет с селедкой, и никто не отойдет отсюда. И, кстати говоря, нет такого, чтобы с разницей в час давали. Ну, что-нибудь придумала, что ли? Ну, нет такого. Ну, а куда вы знаете? В 3 часа полдник, в 18 часов ужин. Знаете, я, во-первых, хочу сказать, когда родители, мы приглашаем, на первое собрание, вот трехлетний ребенок, значит, они только-только пришли в детский сад. Первое, с чего я начинаю, я говорю по поводу питания. Уважаемые мамы, у нас питание следующего характера. Много. Молока, запеканок и так далее. И это детям обязательно. Круг и овощи, да. То есть обязательно. Вот вам лето на то дано для того, чтобы вы своего ребенка приучили к этому питанию. Если вы не приучите к этому питанию, у него будут проблемы. И потом я всегда говорю, если бы наше дошкольное учреждение было 24-часового пребывания ребенка, круглосуточное, значит, у нас был бы всегда второй ужин. Потому что желудочек ребенка, его, значит, внутренности так расположены так, что они, кушая, у них... Через 4 часа прием. Да, да. То есть им обязательно. Поэтому если ваш ребенок пришел домой и сказал, мам, я хочу есть, молодец ребенок, значит, у него правильно работает желудок. Значит, правильно он требует то, что на ужин, второй ужин должен быть обязательно. Ну, как вот доктор Комаровский, да, известный доктор, очень популярный, говорит, нужно научить ребенка правильно питаться. Да. Да, через, может быть, вот такие какие-то меры, когда ребенок не ест, отказался от одного блюда, от второго, от третьего, потом он, как говорит, проголодается и поест. Да. И поест, нежели чем сразу удовлетворять потребность к какой-то нездоровой, вот что хочу, вафельку там. Сладко, 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 да. Нельзя. Не, вафельку она имеет в виду в саду съел. В саду, в саду съел. Ну, может быть, с кефиром или с ряженкой и дали вафельку. А потом все ледцы не греют. Молодцы. Ладно, хорошо. Допустим, прервали нас немного, мы говорили о такой теме, как строительство детских садов. Людмила Григорьевна, порадуйте все-таки маму. Правда ли, что в том же самом Южном, в котором много застраиваться, не только не ограничить все дело вот таким замечательным садиком, который у нас как дворец с изумрудной кровлей. Действительно, у нас на сегодняшний день ведется подготовка к реализации строительства еще двух детских садов по 190 мест. Это стандарты сразу поясните телезрителям. Это стандарты детских садов. Типовой, да. Типовые проекты. Не маленький, не большой, а самый обычный. Обычный, да. Один будет как раз в микрорайоне Южном на Левитана. Это за вот этими новостройками, да? Да, да, да. Вот там наиболее ситуация серьезная сейчас. Там ужасная ситуация. С очередностью, да. Потому что строится жилье, естественно, инфраструктура социальная не успешно. Причем жилье в высотке, дома, вот там, к примеру, где элидиум по тысяче квартир. Вот. И я тоже там бываю, там, ну и раз прохожусь и так далее. Дома все, молодежь мастерская. Я вижу много вот такая, ну, радующая глаз картина. Очень много молодых семей. И в настоящее время по Сколесково проект заключен контракт на разработку проектно-смитной документации в октябре месяце. Сейчас проектанты работают по подготовке. И, соответственно, вот эти два детских сада планируется их строительство в 2020-2021 год. Людмила Григорьевна, тоже вот обмолвили типовой. А зачем тогда, правда, можешь взять типовой проект? Вот ровно, то есть, ну, чтобы не тратить деньги на проект с момент документации. Вы знаете, здесь есть очень много сложностей, которых часто мы не задумываемся. О каких? Во-первых, земельные участки разные. Не каждый детский садик можно посадить на данный конкретный участок земельный. То есть, они не всегда правильной формы, квадратные. Ну, понятно. Потом разных размеров. Соответственно, выбирается типовой проект в зависимости от площади самого пятна застройки. Да, это первое. Ну, а второе, любой проект в любом случае необходимо привязывать к территории. Потому что там могут быть сети, там могут быть какие-то ограничения и прочее, прочее. Мы стараемся уйти от совершенно разных, сейчас максимально стандартизировать и привязываться к одним типовым проектам. Но тогда, когда получается. Почему, соответственно, вот на Октябрьском 99 получился на 100 мест, потому что больше там не посадить. Вот. Здесь на 190. В Южном, в том же районе. Кстати говоря, вот в микрорайоне Южный, этот детский садик на Леетана, там в настоящее время земельный участок передан от частного владельца в муниципальную собственность. Сейчас документы оформляются. Решение Тверской городской думы принято. Вот. Ну и, соответственно, помимо этого детского садика планируется там еще один земельный участок под застройку детского садика. Тоже вот там же, грубо говоря, за, как вы сказали, за глобусом. В этом районе, да, конечно. А вы как-то подсчитывали, это закроет проблему вот того, что даже сейчас есть. Ведь, насколько я знаю, вообще там планируют чуть ли не до леса застроить, да, окружной. Вот. Просто еще раз говорю, ну, вот снова обмолву селидиуму. Я вот вижу, это огромный дом. Я говорю, там, по-моему, тысяча квартир. Вот это, который, кстати, Октябрьский, 99 и рядом строится еще. Там тоже, там подъездов 20, там тоже до тысячи квартир. И самое главное, еще раз говорю, массовую молодежь расселяется. Вот это, вот вас сейчас смотрят люди, вот эти мамы, наверное, молодые, которые живут за пресловутым глобусом. 190 мест, они скажут, что это такое капля в море. Или это не капля в море? Ну, если мы возвращаемся к потребности, конечно, она на сегодняшний день больше. А сколько там по уму надо, вот сейчас Южным строят, строят, сколько по уму, чтобы вот так вот, ну, грубо говоря, на вскидочку, если. Ну, если мы возьмем очередь, у нас 2000 детей сейчас. По всему городу. Нет, по всему городу. А вот если говорить, вот этот район, который масштабно массированно застроится высотками. Так. Сколько так на вскидочку? Вот, я говорю, телезрительные, наверняка, тоже это интересно. Около 500, я так думаю, из всей очереди, около 500 детей, которые нуждаются. То есть, грубо говоря, сейчас Южным надо, вот сейчас на соточку уведут, и еще два-три бы хорошо, чтобы сейчас строилось. Построить. Ну, опять же, на сколько мест? Если это сады, ну, на 190 берем, берем на 190, грубо говоря, три, чтобы сейчас тоже вот уже параллельно строилось. Ликвидировать очень. Тоже очень часто меня спрашивают, а, как вы, говорят, ну, почему? Дом начали строить, сразу же сад. Да, что сам Октябрь в 99? Там началась застройка в 12-м году. Вот, и долго это пустыри вообще, и я помню, пессимистичные разговоры, как раз, тех самых мамашек, они ничего не будут, ничего не построят. Говорю, я сам проект вел, да ладно вам, туда-сюда, но вот построили. То есть, соответственно, я думаю, многие спросят, а чего сразу-то не строят, чего тянут? Ну, во-первых, сейчас началась реализация программы строительства, масштабная программа строительства. Потом мы, вы поймите, что здесь как раз за глобусом, здесь территория вся частная. О чем мы говорили, о необходимости различных форм взаимодействия. То есть, не только строить муниципалитету с регионом данный детский сад. А почему муниципалитет, это хорошо, если частник говорит, я не буду строить его, можно понять, почему он, в случае, строит детский сад. Но почему тогда выделяемый вот этот участок нельзя вот это взять, а вот это под сад. То есть, дать ему в итоге вот столько, а вот это себе оставить муниципалитету, чтобы построить самому сад, раз частник не хочет, как играет, вполне логично. Почему так получается сначала далее, а потом начинается, ой, а где взять землю? Ну, как же так-то? Ну, я сейчас о прошлых ошибках, мне сложно говорить. А теперь это практика прекратится? Ну, на сегодняшний день, вот, передача земельного участка от застройщика, это как раз вот тот процесс, о котором вы говорите. Просто вы же знаете, там вот сейчас в глуби вот этого пока еще поля, ДСК уже вовсю ваяет дом. Насколько я знаю, не один. Я к чему не... То есть, сейчас вот идет процесс, не получится ли дальше, что опять у кого-то придется выпрашивать кусок земли, чтобы построить муниципалитет, у детских сад, для очередных высоток, которые там будут строиться, я думаю. На том петне застройки, я вам больше могу сказать, не только детский садик будет строиться, но еще и школа планируется. Прекрасно, прекрасно. То есть, вот, сразу рассматривается как комплекс. То есть, вот эти вот ошибки учтены, как бы, что... Ну, постарайся, по крайней мере, администрация такого избегает, чтобы не было, что нужно у кого-то выпрашивать землю, чтобы построить детский сад. Да, конечно. А за Волгой тоже, тоже спросят. Потому что, опять-таки, мы знаем, что тот же самый новый город строится, но и Радужный так или иначе появился. И сейчас, я знаю, там план дальше покрасен. Тоже будет ли там детский садик или пока об этом разговор не идет? У нас, во-первых, строительство на планерной детского садика ведется в настоящее время. Есть там определенные проблемы на сегодняшний день с подрядной организацией. Соответственно, работаем с ними. Вот. А помимо этого, ну, есть, скажем так, планы, есть определенные территории под строительство детских садиков. Ну, вы понимаете, что сразу огромный объем новых объектов, это тоже достаточно большая нагрузка, точнее, очень большая нагрузка и на региональный, и на городской бюджет. Ну, тут же самое, опять-таки, ДСК Волга-Лайф. Знаете, это микрорайон. Это вообще анклав такой, знаете, такая, как, я не знаю, Калининградская область, только в окружении лесов. И куда там вот, и там тоже высотки они сажают, там тоже сотни квартир. Куда там мамочки будут водить детей, вот, сразу. А там даже, там нужно их возить. Там, нет, это в Южную, в общем, можно дойти. Определить свой ребенок сад. Нет, там в Юности много детских садов. Ну, да, Раш, это не совсем Юность, там нужно добраться. Ну, вот сюда ближе, сюда ближе к нам. Ну, вот, Людмила Григорьевна говорит о том, что уже рассматриваются проекты и земельные участки, где и в Заволжье, и в Юности, кстати, можно построить. Что строители активно идут? Вот статистику вчера... На Фронзе, например, тоже мы планировали детские сады. В Тверье на третьем месте Тверская область по воду, жиле, об столе по стране, на третьем месте мы все это видим. А сады, сады, мы же хотим, чтобы стимулировалась рождаемость. На Сломенке мы планировали, также мы рассматривали участки. Ну, в стратегии эти все вопросы получаются, конечно. Они включены. А инвестор вот наотрез, да, не будет строить? Ну, я могу понять, правильно? Ну, почему я должен такие дорогостоящие, а в том, чтобы... Ну, опять же, инвестор самостоятельно не будет развивать данный бизнес. Поэтому партнеры, которые готовы потом подхватить эти помещения и работать в данном секторе, они, конечно, должны... Вот с этим работают, Елена Григорьевна. Звоночек, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы находимся в Южном, а в детский сад входим в юность каждый день. Можно ли, как можно поменять место в детском саду? И возможно ли это? А вам в Южном предлагали вообще? В Южном нам не предлагали. Мы написали заявление на портал. И ходили к заведующим, номер 163, рядом с домом. Но нам пока ни ответа, ничего нет. А ребенку сколько лет? Ребенку 5 лет. Нужно обратиться в управление образования. В управление образования обращались. Так. А когда обращались в управление образования? Ну, пока ни ответа, нам ничего нет. Куда нам еще обратиться можно? Давно обращались? Обращались летом, в мае. Ну, это тогда только шло комплектование. Мы рекомендуем сейчас к нам обратитесь, пожалуйста. И мы найдем, наверное, место для ребенка 5-летнего. Это до 3-х лет сейчас проблема в предоставлении места. А 5-летнего? Нам любое в Южном место. Обратитесь, пожалуйста, к нам в управление образования. Прийти лично или позвонить? Лично прийти. Придите на трехсвязку улицу, дом 16, да, по-моему, у нас? Лично прийти. Отказали, нужно обязательно только на портале. Придите к нам лично. У нас во вторник с 10 до 12 прием, второй этаж, 16 кабинет. Мы рассмотрим ваше заявление. Второй этаж, 16 кабинет, во вторник приходите. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Вы знаете, приходят на личный прием, обращаются с различными вопросами. Бывает, что люди переезжают с одного места в жительство, с одного окраина города, допустим, куда-то в другое место. Вот, естественно, здесь вариант, это же движение постоянно, оно не прекращается. Вот, соответственно, здесь есть возможность решения данной проблемы. Но она индивидуальна. Ну, конечно. А вот вы сказали, до трех лет. Тоже ведь большая проблема. Помните, у нас, по-моему, летом прошлого года был митинг, по-моему, в Чите или где-то. Устроили стихийный митинг мамочки молодые. И такой лозунг был, как бы, рожать в России надо только в июле. Чтобы твой трехлетний ребенок сразу же и пошел в сад. Потому что примеров много, на самом деле. У меня за стенкой тоже знакомый, не только. Да вот мой ребенок, он январский. И сказали, извините, посреди сезона никак и так далее. Но это, то есть, это общая проблема, что в итоге, бывает, родители, по сути, 11 месяцев ждут, когда следующий сезон, извините, не успел, он у вас октябрьский и все. То есть, это же проблема. Никак нельзя. Почему посреди сезона нельзя? Это же не университет, где это какой-то курс обучения, и человека нельзя взять со второго семестра, потому что он прослушал первый семестр, точнее, не был. У него нет знаний в первом семестре, его нельзя взять на второй семестр. Я это понимаю. В школе та же история. Но тут-то обучения нету никакого. Почему нельзя взять ребенка вот и январского, февральского, ноябрьского? Можно взять при наличии свободных мест. Конечно, можно. Но, к сожалению, комплектование к первому сентября всегда заканчивается. Все сады наполнены детьми, все группы наполнены. Вот не наполнены. Валентин, вы же сами, наверное, знаете, в том-то и дело, как показ практика, и мне другие мамушки рассказывают, бывает полгруппы только по факту. Не ходят, болеют, то-се. Реально. Это уже другая история, когда посещаемость детских садов вот такая. Это зависит от родителей. Место-то за ребенком закреплено. То есть это проблема больше времени не решить? Списочный состав укомплектован. А родители могут не водить ребенка. Ну, эту проблему в том числе и группами кратковременного пребывания решают. То есть ребенок начинает детский садик посещать. Ну, это понятно, у нас сейчас реклама, извиняюсь, после которой мы подъем в итоге программу. Реклама. В прямом эфире программа «Тема дня». Сегодня мы говорим о детских садах. И хочется задать вопрос, что с кадрами? Вот опять-таки новый сад в Южном, точнее, вторая очередь 155-го сада. Новые сады планированы Левитана. Кадры будут? Будут сады, будут и кадры. Но есть проблема кадровой? Проблема, конечно, есть. Кадровый кризис существует. Но надо сказать, что на сегодня численность педагогических работников в наших садах – это 2126 человек. А надо? Вот воспитателей не хватает по отрасли 37 человек. Там немножко другая история. Но везде нехватка в пределах от 2 до 4% состава. Как-то вот так. Елена Валентиновна, тяжело найти персонал? Ну, на сегодняшний момент я считаю, что есть все равно проблема нехватки кадров. Я не скажу, что мы, как вы сказали, не занимаемся. Нет. Мы работаем, мы занимаемся, мы даем детям. У нас образовательный процесс обязательно в дошкольном учреждении проходит. Поэтому нам нужны квалифицированные кадры. То есть, а бы кого-то брать не хотите? Конечно. Поэтому мы однозначно работаем с педагогическими колледжами, с нашим Тверским ТВГУ. Для того, чтобы привлечь молодых специалистов, чтобы пополнить наши детские сады, ну, как бы новой кровью, скажем так. Теми людьми, которые бы смогли так же заинтересованно работать, как и мы в свое время и сейчас работаем. А есть у вас проблемы старения тоже? В какой-то школах, я так и так говорю. Конечно. То же самое, да? Конечно, 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 есть такое. Но я хочу сказать, что вот на сегодняшний момент, конечно, престиж профессии педагог, педагог, ну, это мое личное мнение, все-таки не на том должном уровне, который должен был. Заработка не на том должном уровне, на котором должно быть. Есть две составляющие престижа. Есть составляющая материальная, а есть составляющая моральная. Вот я бы, например, сегодня хотела бы поговорить о моральной составляющей. То есть людям нужно давать реализовываться не только в материальном, но и в моральном, как бы сказать, составляющем. Ну, это правильно. Но когда материально не подкрепляется, как-то морально не реализуется, а дома-то тоже такие же дети есть хотят, и муж говорит, а где деньги, Зин? В том числе, зарплата у нее копеечного несчастного воспитателя. Ну, во-первых, рост воспитателя и вообще педагога однозначно имеет быть. И зарплата в дошкольных учреждениях у каждого педагога, она разная. Потому что зависит не только от того, у нас несколько составляющих. То есть это наш должностной оклад, который есть. Это, значит, квалификационная категория обязательно как составляющая. И это стимулирующий фонд, за счет которого и может увеличиться заработная плата. Поэтому у кого-то она может быть действительно низкая, если человек... При средней загрузке получает педагог, допустим, женщина лет 35, которая уже, ну, допустим, 10-15 лет работает. Ну, так грубо говоря, навсегда. Так нельзя, понимаете? У вас есть пример? У нас есть те, кто получает и 15 тысяч, есть те, кто получает 24 и более тысяч. Поэтому вот так вот по возрастному цензу нельзя. Все-таки зависит от того, сколько человек вкладывает. Это естественно, это понятно. Поэтому стимулирующим фондом мы тоже очень регулируем вклад педагога в его деятельность. Ну что ж, спасибо большое, уважаемые дамы, что пришли к нам сегодня в эфир, поговорили, ответили на все вопросы откровенно, честно, без всякого там. Мы сегодня говорили о детских садах, что у нас с ними будет в Твери, где появятся новые детские сады, кем будут укомплектовываться, чем кормят малышей детские сады. И почему, условно говоря. Это была программа «Оттема дня». Хорошего здоровья вашим малышам. Настроение хорошее, но родителям, конечно, тоже. Ну и, естественно, педагогам детских садов.